Всем привет, друзья, я Букреев, и сегодня мы будем вскрывать яйца. Во-во-во, полегче, ребят, приберегите ваши бубенчики для следующих видео. Сегодня мы будем вскрывать мои яйца. И вот он, первый ящик. Не знаю, как там у вас, но у меня скоро Новый Год, и это новогодняя серия огромных киндер-сюрпризов, ребят, они реально нафиг огромные. В общем, я в своем инстаграме один такой открыл и спросил у вас, хотите ли вы, в общем-то, чтобы я открыл много, и все проголосовали, что хотят. Поэтому сегодня я открываю эти киндеры, еще вот эти киндеры, и еще вот эти киндеры. Я вот сколько в своей жизни вскрыл всяких посылочек и так далее, но до сих пор, если я покупаю киндер, даже маленький, не обязательно такой большой, у меня в душе какой-то трепет. Мне интересно, что же там внутри, какая игрушка. И тем более сейчас Новый Год, новогодняя серия огромных киндеров, которые один, блин, 10 баксов стоят. То есть я на это все 100 баксов, блин, потратил, чтобы сделать эту распаковку. Сейчас киндеры дарят мамам, детям, женам. И, мужики, не забывайте, что шоколад-то девчонки съедят, дети ваши съедят, а игрушка играться вам. Так что мы сегодня узнаем, будут ли какие-то полезные девайсы, может быть, какой-нибудь мини-кальян или пробник алкоголя, может быть, презервативы будут внутри. Что-нибудь будет ли вообще полезное в этих киндрах, мы сегодня узнаем. Поехали. Иди ко мне в мое яичко. Сейчас мы, ребята, его откроем. Ну, или как-то так. Так, ну, на самом деле я здесь, да, уже нафигачил. Оно полосатое, ребят, оно полосатое. Слушайте, ну смотрится. Смотрим, я ему черепок пробил, ребят. Ну смотрится, это реально монолитно. Слушайте, оно еще пока не успевает таять даже у меня в руках. Клево. Нет, вот реально клево. Такое яйцо, мне кажется, будет каждый человек рад получить подарок. Ну, что там внутри? Так, ребят. Опа. Все, пошло один. Нормальный такой желточек, посмотрите. Ребят, желточек с размером с мою голову. Здесь что-то реально мелкое. Вот серьезно, по звуку здесь что-то мелкое. Сейчас, подожди. Ну, плохом. Плохом. Кстати, эти киндры просто новогодние. То есть здесь нет никакой серии игрушек. И интересно посмотреть, что запихают вовнутрь. Так, короче, это типа гадкий я, да? Типа гадкий я. Какая-то игрушка, где нахер запуляют миньона. Давайте посмотрим. А, конечно, я поспешишь, людей насмешишь. Конструкция уже. В общем, здесь две отдельные игрушечки миньона, какая-то вредная девчонка. И платформа, где она миньону дает подсадницу, блин, пинка, и он летит. Каким образом миньоны ассоциируются с Новым годом? У меня никак вообще, да? То есть я не знаю, причем миньон к Новому году. Давайте попробуем, как это работает. Это просто охуенно. Открываем следующий киндер. Ну, ребят, пока не знаю. Ну, игрушка более-менее прикольная. Но миньон и Новый год, типа, я не знаю, что там. Новый фильм, может, с миньонами вышел. Так, открываем наше яичко. И здесь тоже огромный желток. О, ребят, посмотрите, как прикольно здесь выливался шоколад, осталась пимпочка. Нахрен этот шоколад. Блин, ребят, у меня больше двух килограммов шоколада будет. Куда мне это девать? Не столько игрушек, куда мне девать? Не знаю. Короче, открываем следующее. Ребята, это тупо то же самое. Это тупо то же самое. Здесь, кстати, я забыл сказать, что есть еще наклеечки в комплекте. Типа, ну, они прикольные, да? Но мне попалось то же самое. Вот это сейчас было обидно. Нахрен оно мне надо. Это, мне кажется... В общем, начало удручающее. Но еще пока не все потеряно. Только два киндера мы открыли. И давайте откроем следующий, чтобы ему не ладно было. Ну, ребят, этот киндер, если здесь будет такая же игрушка, то я следующий открою таким же способом. И... О, господи, дай же мне, боже, сил, чтобы оно не повторилось. Нет, тут они так, тут другая игрушка. Но здесь, ребята, игрушка такая же, которую я вчера в своем инстаграме открыл, да, когда вас спрашивал, хотите ли вы, чтобы мы проверили киндеры. У меня две одинаковых игрушки из четырех киндеров под 10 баксов каждый. Че, блин? Ну, что сказать? Ну, странно, да? То есть я всего 4 киндера купил, 4 киндера открыл, и две игрушки одинаковые, две игрушки одинаковые. Это как-то тупо. И, может быть, нужно большее разнообразие игрушек вложить киндеру. Я не знаю. Я сразу вспоминаю, ребят, свою грустную историю из детства. Киндеры нам тогда покупали, ну, не знаю, раз, может, в две недели один маленький, знаете, киндер, который там за один, наверное, доллар стоил. Мне принесли киндер, и там на рисунке была фосфорная игрушечка, как я хотел. Помните, там были такие привидения? И я открыл его, а там была сраная машинка. У меня была истерика. Ребят, пишите ваши такие истории в комментариях, мне интересно почитать. Какая боль, какое разочарование у вас связано с киндерами? Ну, а мы продолжим дальше, посмотрим, будет ли вообще что-то там другое, или у нас тупо все одинаковое будет. Ну, хотя бы маленький кальянчик, блин, я не знаю, положили в эти киндеры, блин. Пока все бесполезно. Какие-то миньоны, я не знаю. Где Дед Мороз там, я не знаю, как быть, снегуронька, что-нибудь внутри. Такое новогоднее, действительно, которое... О, открылся классно, поднимет настроение. Короче, достали меня эти киндеры, реально. Ах, ты сволочь! Ах, ты сволочь! Слушайте, ребята, ему в наторе насрать, нет? Вообще, ему просто насрать шоколад качественный. Ну, хотя бы это, хотя бы я пожру шоколадок. Хотя, что будет со мной, если я съем два килограмма киндеров, я не знаю. Мне кажется, будет плохо. Так, курочка снесло яичко. И, ребята, открываем, смотрим, что... Третья одинаковая игрушка. Ребят, я брал киндер, один купил ящик, да? То есть целый. Я вот теперь не знаю, какой откуда. И отдельно просто с разных там мест понабирал этих киндеров. Это такая же игрушка, какого хрена, ребят? Вот я предприниматель. Я купил в село шесть ящиков киндеров. Привез, и у всех детей в селе одинаковые игрушки. Кто так поступает? Ну, блин, ну... Это так тупо. Открываю четвертый киндер, друзья, и мне уже моя надежда, она как бы... Все. Я уже не надеюсь даже, что там будет что-то нормальное. Хотя, может быть, мне повезет все-таки Новый год, ребят. Так что, за Новый год! За Новый год! О, все, нормально, пошло. Смотрим. Продаю по 5 гривен, ребят. Пошлите в директ в инстаграме, продам за 5 гривен и кожаную игрушку. Я не знаю, сейчас будет двойная, мне кажется, порция разочарования. Слушайте, вот, знаете, я подумал, можно реально вот своему ребенку сделать такой мега праздник счастья, купить ему 2 килограмма киндеров, да? Я не знаю, есть ли родители настолько безумные, которые сделают это, и в каждом киндере будет ребенку одинаковая игрушка. Это такой фейспаум просто, это настолько обидно, это самое глупое, что может произойти в мире. А вот сейчас, друзья, я вам хочу напомнить, что у меня на канале идет сейчас розыгрыш настоящего айфона с офигенно простыми условиями. Ссылочка будет в подсказках вот здесь, и будет обязательно под видео, так что, если вам нужен айфон новенький, обязательно приходите, смотрите, очень все там просто. Ну, я думаю, давайте розыгрыш в этом видео запустим. Напишите сейчас в комментариях, что мне сделать с этими игрушками, шоколадками, щеколадками, орешками. Самый прикольный, безумный, интересный, веселый комментарий получит там от меня, не знаю, тысячу рублей там на Киеве или на Яндекс.Деньги, или куда-нибудь, так что вот такой мини-розыгрыш только для моих подписчиков. А, ну еще обязательно условие поставить лайк, вот. И я там к Новому году ближе там в своем инстаграме выберу победителя, так что следите за обновлениями. И следующее яйцо, короче, Христос воскрес! Понеслась. Открываем следующее яйцо, смотрим, что у нас здесь внутри. Не дай бог, не дай бог, не дай бог. О, лодка! Лодочка плыви! Твою мать, Михаил, блин, ну какого хера, а? Ребят, это третья лодка, я ее уже могу, это, закрытыми глазами, короче, собрать. Тут миллионы так на тыре. Блин, это тупо, капец. Блин, это так тупо, ну вообще, ну прям тупо все одинаковые игрушки. При том, что я в разных местах покупал свой самый первый киндер, да, который открыл, потом купил в другом месте один яй... Боль. Давайте посмотрим, что в этом яйце, но я думаю, что... Я думаю, что я просто просрал 100 баксов, ребят, сегодня. Даже не получу удовольствие от разных прикольных игрушек, потому что у меня сейчас... Конечно, почему нет? Конечно, у меня бомбит уже просто, ну что это такое? Ааа, какого хрена? В общем, мой вам прогноз, друзья. У нас, собственно, будет 6 прыгучих вот этих херы, вот эта баба с миньоном 6, и 4 лодки, да, и еще одна моя лодка, которую я вообще в другом месте покупал. Ну вот честно, я не могу вспомнить, я покупал вот раньше киндер, лоточек такой открывает в магазине, и ты покупаешь, да? Ну там не было настолько прямо, что тупо одинаковые игрушки все в одном лотке. Зачем это делать так здесь? Ведь я могу прийти купить своему ребенку киндер, и там чужому ребенку киндеру... Ну да, да, одному бастарду, второму натурально рожденному. Короче, и у них будут одинаковые игрушки, это будет палевно, все поймут, что это мой бастард. Киндер-сюрприз, вы что, блин, это так тупо вообще тут. Я от горя буду заедать шоколад. Шоколад хорош, шоколадки, орешки я люблю, поэтому это вкусно. Честно вам сказать, я внутри надеялся сам сегодня поразвлекаться, потому что, ну блин, ну это киндер-сюрприз, там внутри сюрприз, что-то необычное, а не лодка, блин, целепрыгающий миньон. Мне кажется, реально сделали ставку на то, что киндер здоровый, дорогой, купят семью по одному, но в итоге у всего района лодки. Отлично. Блин, ну это тупо, реально, вот это тупо, у меня просто вызывает это бомбеж какой-то. Вот, все, я открываю следующий, давайте посмотрим. Так, я даю ставку, здесь лодка или прыгающий миньон. Здесь лодка, ура! Здесь лодка, посмотри, ребята. Эта лодка может вас отвезти только в мир детских разочарований, то есть богатые дети не смогут насладиться сюрпризами, им придется смотреть целый день на лодке или на прыгающих миньонов. Не было никогда такого, чтобы в одном лодке были все игрушки одинаковые, это так тупо просто, блин, это тупо. Как можно не любить детей? Я же мать, я же отец, я понимаю, что... Может быть, они услышат мои эти, мои молитвы и здесь будет лодка. У меня уже истерика, я 100 баксов за это заплатил. За что, киндер, за что вы меня ненавидите? За что вы издеваетесь над покупателями? А если бы я обожал ваши киндеры, я бы прошел и купился 3 ящика, чтобы жрать их целыми днями и ночами в Новый год. Тут сраная лодка. Все, я поел шоколадок, успокоился. Я все-таки верю, ребят, последний киндер, здесь уже, честно, поле битвы. Здесь уже разваленные миньоны. Я верю, что последний киндер меня порадует. Я думаю, что там будет другая игрушка. Все-таки, ну, не может быть так тупо, потому что это тупо. Так, и нужно его вскрыть. Видимо, киндер уже не хочет меня пускать в себя, да? Так что он знает, потому что я уже... О-о-оу, о-о-оу, тут... Подзапеклось немного тут все. У меня тоже горит, вообще-то, если целое видео. Пусть и у киндера погорит немного. Ребят, даю вам 98... Ладно, я верю, я верю в любовь, я верю... Это лодка! Да ладно! Всякого говна я в жизни повидал. Но даже вот этой херни не было ничего. Перед тем, как сделать полноценный вывод, друзья, чтобы вы не расстраивались, я сделаю эксклюзив для подписчиков моего инстаграма. Вот три киндера с разными рисунками, тут разные пингвины. Я их открою именно в своем инстаграме, так что инстаграм видите на экране, инстаграм ссылка будет в описании. То есть бонус для самых крутых зрителей, подписчиков, еще три киндера по 100 грамм, по 100 гривен, там, по 5 долларов я открою в инстаграме. Ну а теперь поговорим про это. Ну что, делаем выводы. Я убрал одну лодку, да, которую я вообще сам купил киндер где-то там, короче, которая этого видео не касается. И что я вижу? 5 лодок и 5 прыгунов. Какая-то лодочная станция и парк аттракционов. В общем, одинаковое количество. А я покупал, напомню, цельный ящик, в котором 6 киндеров и 4 просто отдельных. Получается, что у нас в одном ящике попалось 5 лодок и 1 попрыгун. То есть это был, получается, рандом, да, от киндера сюрприз случайным образом. То есть в коробке, по идее, могло попасться все разное, да. То есть там нет такого, что взял коробку и там только лодки с целой запечатанной коробкой. Нет. Это, конечно, было весело. Я ожидал, что пара игрушек может повториться, но чтобы у меня просто вот такая армия одинаковых игрушек была, что вообще все у меня происходило. Я надеюсь, что вот эти вот пингвины в инстаграме, они будут более разнообразны. Так что обязательно перейдите в инстаграм, посмотрите распаковку уникальную. Только там вы ее сможете увидеть. Походу киндеры используют белорусский рандом какой-то, да. Ну, ребят, тех, кто поняли, ребят, напишите в комментариях эту шутку. Ну и вообще, где здесь Новый год? Вот новогодняя упаковка. Здесь какой-то Дед Мороз, Санта-Клаус, неважно, с подарочками. Здесь миньоны. У них ни новогодних шапочек, ни носочков, никакой новогодней атрибутики. Это просто как будто из каких-то старых коллекций. Взяли игрушки, одели вот такую фольгу и... Ну, киндер-сюрприз, ну почему? Ну, блин, обидно же реально. В общем, киндеры мы сегодня открыли, а сюрпризов не было. Поэтому рекомендую вам лучше посмотреть сюрприз-боксы. Вот то, где вы реально удивитесь, что там в этих сюрприз-боксах приходит. Ну и второе видео открытие стандартное посылок. Там тоже сюрпризов побольше, поверьте. Приятного просмотра, ребят. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!